В протоколе записывали все дословно с ваших слов? Не понимаю, что такое. Ну, наверное, да. Ну, потому что... Предлагал ли вам следователь? Ваша честь, защитник не дает ответить, да? Да, пусть сначала сидите, отведите. Я считаю, что защитник оказывает бавление. Обзывался. Тупо, б***ь, вот, например. Б***ь. Да, ну, во время планерки бывало и во время работы. Угрожало что-нибудь, типа, уволят там. Угрожало уволить? Да. Ну, была строгой медсестры, жаловались, да, постоянно. Бывало иногда принудительно. Иногда я ругала. Бывало и оскорбления, бывало и крики. Бывало иногда и подшучивала. Кто ругался? Ну, Ольга Владимировна. На планерке, да. Чей адрес и какого рода оскорбления? Ну, адрес всех. Иногда и лично кого-нибудь там задевала. Лично? Всех, кто на планерке был, ругалась, обзывалась. Это нецензурная братья была? Ну, бывало иногда и нецензурная. Пожалуйста, только без нецензурной братья. Какая-то подавленная что-либо. Скорбно, потому что печально, скорбно. Да, жалобы были и как-то так. Продолжение следует... Здравствуйте всем. Спасибо, присаживайтесь. Сурбинское городское судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Матвича Польги Владимировны. Обвиняем в совершении преступления, предусмотренном в честь и каждой сети 110-й уголовного кодекса РФ. Напомню, что дело рассматривается в открытом судебном заседании, следяем, аудиозаписи. Итак, докладывается лекарь, который должен участвовать в судебном заседании. Пожалуйста. Судебное заседание сегодня великостарская администратора прокурора города Суды Толичинска, потерпевший Ташмаганбетов, представитель потерпевшего адвоката Ротова, подсудимым отключил защитник адвоката Чик-Чир. В судебном заседании явились свидетели Шмурадов и Шевченко, и они свидетели в сфере в стране явились. Благодаря его. Итак, судебное заседание продолжается в прежнем составе. Скажите, пожалуйста, у насtha вообще-то учитель является. Вы свидетелем данного главы у него проходите? Вы не проходите, не допрашивали сранее. Нет? Нет, нет. Вы не допрашивали. Благодарю. Итак, before Ihnen, пожалуйста, вы по словам. Помогаю прийти к допросу свидетеля Шмурадова. Благодарю. Итак, выясняется мнение сторон на главу по поводу приход-то к допросу свидетеля Шмурадова. Пожалуйста, протепевший. ГЛО Chinaau. Представитель Ротова Немерник начинается. Нет, возраженный. Нет. Благодарю. Существует мнение. Странсу полагать необходимо. Суд постановляет перейти к ГДФ Малатова. Пожалуйста, приглашайте в Вас следующее заседание. Здравствуйте. Проходите к трибуне. Можете вещи оставить на скамеечке. Итак, Вы приглашены в качестве свидетеля. Установляется Ваша личность. Назовите Вашу фамилию, имя, отчество, даты и место рождения. Ишмуратов, Ильцур. Где родились? Зарегистрированные проживаете в каком-то адресу? Фактически проживаете? Благодаря. Бреждасту Ваше. Место работы? БОВСКТБ. Должность? Медправданности есть. Образование? Семейное положение? Дети на жиле не имеются? Благодаря. Итак, личность Вашей установленной по паспорту. Итак, разъясняю Вам Ваши права и обязанности в студенном заседании. Соответственно статью 51 Конституции. Итак, права и обязанности Вам понятны? Понятны. Пожалуйста. Понятны. Итак, скажите пожалуйста, у нас потерпевший это Ташмагомбетов и подсудимый этому отвечу. Знакомы ли Вам указанные лица? Да, знакомы. В каких отношениях Вы с ними состоите? Дружеские, может родственные, по работе и встречаетесь? Коллективные, получается. Коллективные. С кем вы имеете? С Ольгой Владимировной и Айжаном. Кребекевной был. А вот супруг Айжана Вы знаете? Нет, не знаком. Итак, родственные отношения не имеются между указанными лицами? Нет. Неприятные отношения? Нет. Не имеется. В таком случае я предупреждаю, что в задаче заведомо ложных показаний, либо задка задачи показаний, свидетель унесет ответственность в соответствии с статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, уголовная ответственность Вам понятно? Понятно. Пожалуйста, чуть-чуть подручить, чтобы Вас слышно было. Хорошо. Уголовная ответственность Вам понятно? Да, понятно. Хорошо. Будьте добры, запомните, пожалуйста, подписку. Ваша фамилия, имя, отчество. Благодарю. Итак, подписка свидетеля готова. Государственная Дмитрия. Слава, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как отморная работа в Государственной клинической и термологической больнице? С марта месяца 2021 года. Предотвращение с нейтраком? Да. Вы здесь и так работаете? Да. А Матисчук, с кем вы сотрудничаете? Была старшая медсестрой нашей, отделение нашего отделения. Она была нашим руководителем? Ну, непосредственно, да, нашим руководителем она была. А в каком отделении? Отделение, реанимация, анестезиология. Вы находите? Да. А может, я хочу брать ее как правитель? Так. Ну, как сказать? Ну, как есть. Так, сейчас формирую чуть-чуть. Ну, была строгой, дисципционированной. Как еще сказать? Ну, помогала, в принципе, всегда. Что мне больше такого? Как она была? Ну, по личным вопросам, да. Если обращаться, она помогала. Не отказывала. Ну, была строгой, требовала. Скажите, как человека хозяйство можете? Замечала она рабочая, лично принимает в работе? Нет. Нет, да? Нет, да? Подскажите, поздравила ли она ничего к себе обращаться к сотрудникам, либо кричать, оскорблять, угрожаться? Ну, да. Бывало такое, да. Бывало. А у себя это была основа по этой причине? Ну, даже не могу сказать нет. Были, наверное, причины, но на меня, вот именно, чтобы… Так, не было такого. У вас конфликты были? Нет. У кого-то из сестеронов, санитаров, на период, когда работали под сперматом, были конфликты, если не хочет? Как понять конфликты? Ну, у них есть ситуация, чтобы не согласны у вас части наработанных, не думаем, ты что, когда работали? Ну, да, пациенты, медсестры жаловались, да, постоянно. На что? Ну, с графиком работаю, там, не стыковки, например. Проблема будет только с графиком? С графиками, ну, в основном, да, с графиком, например. От кого вы слышали? А? От кого вы жалобами не слышали? От мест сестер? От всех? Ну, почти, да, все. Почти от всех, да. А какие ситуации? Приходилось наработать, и, ну, то есть, выходной у тебя по плану стоит, например, у тебя запланированы, например, дела, ну, и ставить смену, например, вот такой вот. А это согласилось с сотрудниками, или это в принципе порядке? Бывало, иногда применительно. Применительно, а не бывало. Кто графики составляет? Наверное, старше я составляю, альглариеном. В отличие? Да. А больше кто еще? Скажите, возможно было как-то изменить график, упоминаться, говориться, что это лично остается? В то время получается? Ну, вот то, что так следует. Проблематично, конечно. Почему? Ну. Чем это на связи? Так, сейчас. Иногда и бывало производство, иногда и Ольга Владимировна не разрешала. А почему он разрешал? Я не знаю, почему он разрешал. Не знаю, почему он разрешал. А всем или коммуникам при этом разрешал? Были какие-то взятые отношения к коммуникам и сотрудникам? Ну, вообще-то этого не знаю, должно быть. Не знаю. Ясно. Скажите, планерки у вас которые именно проводились? Как они проводятся? Ну, планерки проводились в начале было, где-то в полвосьмого, без двадцати восемь начиналось. Утро? Да. А все вместе, все модели? Посвящены или отдельно? Ну, отдельно. Сначала санитарки, потом палатные, все остальные, анестезисты, ну, группами. Да, да. А как вы делаете на крючок при крови? Как обычно старшая. Иногда я ругала. Иногда ничего нормально проходило все. А ругала всего в рамках величия, без криков, оскорблений? Бывало и оскорбления, бывало и крики, бывало и иногда и подшучивало. От чего зависело? Скажем, от того, как вы делаете? Я не знаю даже, от чего не зависело. Не знаю. Может, от настроения. От настроения. От настроения. Да. Да. Скажите, Дешмахамедова и Жанна знакомы? Да, знакомы. С чем ты помогал? Ну, когда я устраивался, она меня стажировала, получается. С взрослыми? Да. А может тебе как-то как признать? Хорошая, добрая, отзывчивая всегда была. Всегда во всем помогала. Конфликтная была? Про ней не сказать. Я не думал, что она прям… Ну, нет. Можно, нет. Не конфликтная она была. Скажите, было ли у нас открытие человека позитивное, затеянное? Ну, она всегда позитивная была, всегда улыбалась. Всегда улыбалась, да? Может, какие-то проблемы не делилось? Может, дома были проблемы с семьей? Ну, на счет этого, я ничего не говорила. А вам, наверное, не делилось, да? Скажите, какие были отношения с вашим человеком? Ну, когда я только устроился, я складывался такое впечатление, что они, ну, как сказать, хорошие отношения. Что были хорошие отношения? Потому что Аяженко Ирбекуна оставалась, и… Ну, как… В то время мне казалось, она почти как заместитель старшимицей был. Это ваше имя, да? Да. Ну, у меня такое личное имя было. А в последующем? Ну, потом, вот, выяснилась такая вот ситуация. Что выяснилась? Вот такая ситуация выяснилась. Да, если вешать ситуацию. Что за ситуация? Когда она выяснилась? Ну, после того, как она умерла, получается. Что еще? После того, как она умерла. После смерти? Да. В любом смысле, вам что-то известно? Что происходило в отделении? Были какие-то проблемы? Какие-то скандалы? Между, получается, да? В смысле, что приезжали? Нет, нет. Ну, я такого не слышал, не замечал такого. Последность лежат? Какие-то претензии, может быть? Ну… Ну, опять-таки, это слухи были на нем, ну, слухи, что были. То, что она жаловалась на работу также. То же самое, график не устраивает она. То есть, маленький ребенок там, думаю, оставлять не с кем было, например. Что-то предпринимала она в связи с этим? Ну, было, да, то, что она с ребенком даже приходила на работу. На смену. Вы, судите, удалось бы нам решить вопрос о том, что это шало пропало в большинствах? Я… Я далеко не знаю. Вы не знаете? По поводу того, что поступало жалово, в октябре, т.ч. этого года… Вам что-то известно в действие уточек? Нет. Мы не… …выли его в России, равно не известно, да? А по поводу обращения сестру на заведующем отделении что-то известно? Ну, пытались, да, вроде бы, что-то обратиться, некоторые медсестры. Помните, когда? Даже не помню как. Ну, я там только начал работать, но я точно не помню. Кто из медсестров помнит? Ну, те, кто вот сейчас работают, из них осталось там, ну, старые медсестры, ну, то есть, давно которые работают там. Ну, по поводу не может быть, а без медсестра, когда кто-то обращался к заведующему? Ну, я слышал, Тарасова обращалась, и еще кто там. Санэстезистов, больше не помню, ну, не помню, Тарасова вроде, да, обращалась к заведующему. А я же вам помните, обращалась, ходила к заведующему? Ну, такого, кстати, не помню, не помню. Скажите, в медсестры уже наступила 21 октября 21 года. Как-то изменилось ли у людей в сетях и в театрах в 1921 году? Да, кардинально изменилось. Ну, она, как сказать, более такая тихая стала уже. Более такая тихая стала, добрая стала, ну, как-то вот так вот. Точно, что? Нет, подождите, вы спрашиваете, я спросила про душную победу, про Айжа. А? Ее поведение как-то изменилось в сентябре, акцентре 21 года? Ну, после, в смысле, после, я не понял, сейчас вопрос, как? В сентябре, акцентре 21 года, как изменилось поведение Айжа? После этого, после чего она, получается, изменилась? Ну, вот как разрешили в марте 21 года, вы описали ее, что она веселая, а потом как-то изменилось или не изменилось? Ну, в последнее время в Канн, ну, там, в сентябре, как говорите, октябрь, да, она после, она с отпуска еще вроде вышла или на больничном, что ли, была, вроде, как я помню. И, да, она какая-то подавленная, что ли, была, ну, уже не такая, что, веселая, отзвучила, как, ну, как обычно Айжанбул. Подавленная? Да. Вам известно про чего? Нет, она мне не говорила. Не известно. Вы начали на вопрос и встречать, что кардинально изменилось поведение, а вы его приколол? Ну, я сначала вопрос понял про после смерти Айжан, про Ольгу Владимировну спрашиваю тебя. Ну, давайте тогда на вопрос уже ответить, после смерти Айжан, а перед ней она еще как-то изменилась? Да, она тоже тихая, да, спокойная стала и сразу, ну, в отделении. Как отводировала коллектив нас в нашем доме? Скорбно, конечно. Печально, скорбно. Как это отдались? Помощное время, соболезно, может, когда, ну, коллектив уже так называть? Да. Кто к нижней среди. Ну, все медсестры, коллективные. Медсестры? А от руководства что-то такие, как там, были? А? А от руководстваn какие-то были? От руководства такие посылы были, посетством от нас и чего случилось Cynthia? Нет, не помню, ну, не помню, точно не знаю, нет, не было. Как Вы изна末ы знаете? Коллектив сказал, вот? Скажите, какие-то проверки были проводились в телевизоре с первого рода махина? Вроде, да, были какие-то проверки. Что за проверка, разве с чем она проводилась? Сроки, что ли, вроде проверяли все. Сроки препаратов, медикаментов, расходников. Анкетирование какие-то проводились? Да, и после смерти Айржан проводились анкетирование психологически. Перед, ну, вот получается, если вы говорите, проводились анкетирование, да? Анкетирование, до, я вот не помню, а после вот, да, проводились. После точно? Да, до я ничего-то не помню. Ну, в то время ничего не было известно, но потом я узнал, что она писала жалобы после уже смерти. Да, жалобы были и как-то так. Слышали вы что-то, что лично говорит о политике, угрозы, вольнии, причины полнотеценности, какие-то другие угрозы на крючок или какого-то другого? Ну, лично не слышал, но коллективно слухи шли, что да, такие были угрозы. Слышали? Да. Лично вы не являетесь в честь, да? А в связи с чем угрозы поступали? Насчет этого я не знаю точно. Вы знаете, да? Я смотрю на вопрос, пожалуйста, честно. Так, опять же, пожалуйста, у вас будут вопросы. То есть, выйти? Да, имею в виду. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас работаете в больнице? Да, работаю. В том же отделении? Да. Скажите, главная медсестра больницы кто? Горбунова. А, и Горбунова. Баранова. Скажите, Баранова раньше была главная медсестра, вот в период событий, о которой сейчас говорят? А, да. Была. Скажите, про клоневки чаще спокойно проходить или неспокойно? То есть, вы говорите, и так, и так. Ну, по-разному был, да. И, бывало, и спокойно пройдет, и… Давайте так. Больше спокойные были знаметки или с какими-то инцидентами отрицательными? Отрицательными? Ну, больше, наверное, с инцидентами, с инцидентами. Ну, как обычно, либо что-то где-то что-то не сделали, либо где-то что-то не так. Ну, по поводу этого и ругались постоянно. Кто ругался? Ну, Ольга Владимировна. Старшая? Да. Скажите, Ольга Владимировна, в отличие, после смерти Айжан продолжала работать? Да, работала. По времени не помните сколько? До января, что ли, до февраля, вроде бы как. Да, до 22-го года. До февраля вроде, да. Скажите, а вы с Ольгой Владимировной Катычук после февраля встречались? Нет, не встречался. Не видимся. Нет. Нет больше вопросов. Я, пожалуйста, вопросы подснимаю. Спасибо. Екатерин Брасикович, скажите, пожалуйста, отношения Матвичу в то, что Магометов как-то выделялась в худшую, либо в лучшую литону, нежели это оставлено из коллектива? Ну, в первое время, когда я устроился, только когда-то начал работать, пока только вникаешь, только коллектив такого узнаешь, мне казалось, что они, да, как будто хорошие друзья. Ну, сказать, как подружки. Ну, у меня такое впечатление было первое, ну, а там уже выяснилось, как оказывается. Вы пояснили уже после трагедии? Да. Ну, после трагедии. А есть что? Что выяснили? Ну, то, что вот так было, оказывается. Ну, так было, как? Нужно там объяснить, как? Конфликт там у них там случилось или не знаю, что у них там случилось? Вы лично знаете о каком-то конфликте между Матвейчук и Тараком? Нет, не знаю. Но вы поясняете, потому что выяснилось. Вы сами выясняли? Нет, я не выяснял. Ну, слух я опять стою. Понятно. Скажите, пожалуйста, Матвейчук осуществлял ли нападки на кого-либо из сотрудников отделения по поводу написанной какую-то жалобу? В сентябре-октябре 2021 года. Ну, это легко все бы так. Не знаю. Не знаю. У вас лично Матвейчук выясняло, кто автор какой-либо жалоб? Нет. Вам лично Матвейчук высказывал оборудование в сентябре-октябре 2021 года. В сентябре нет, не было такого. При вас являлись ли вы очевидцем того, чтобы Матвейчук в адресе Ташмагамбетовой высказывал оборудование? Нет. При мне не было такого. Является ли вы очевидцем того, чтобы Матвейчук помоляла честь и достоинство Ташмагамбетова? Нет. Скажите, пожалуйста, вы объяснили, что на планерках присутствовали со стороны Матвейчук оскорбления? Да, бывало. Чей адрес и какого рода оскорбления? Ну, адрес всех, иногда и лично кого-нибудь там задевали. Лично кого-то? Всех, кто на планерке был, например, лично. Каждому Матвейчук по отдельности? Бывало по отдельности, да. Если где-нибудь что-нибудь там, не знаю, не сделано или где-то что-то плохо. Какого рода оскорбления? Что вы принимаете по словам оскорбления? Ругалась, обзывалась. Как? Ну, дословно же, не стану же приводить. Какая-то нецензурная брань была? Ну, бывало иногда и нецензурная. Бывало нецензурная. Без нецензурной брань были оскорбления? Да, бывало. Ну, ругалась обычно. Какого характера назовите, что за оскорбления? Пожалуйста, только без нецензурных выражений. Без нецензурная брань была. Без нецензурная брань была. Ну, как? Обзывалась там? Ну, вот. Что было за обзывательство? Нет. Без нецензурная брань. Какое обзывательство вы конкретно слышали? И в чьей адрес? Так, чей я не вспомню сейчас, конечно. Ну, как сказать вам нецензурную? Как вы слышали? Как это происходило? Так, скажите. Обзывался. Тупо х**ну вот, например. Ба**ну, не знаю. Ну, такие вот слова. Это обзывательство было направлено в конкретно чей-то адрес или в общем? Ну, в основном, как в общем, в общем, да. В общем, да. В инопланетку, да. Конкретно ваш адрес? Звучали отмечения к оформлению? Бывало. Такого же характера? Лично прям вам? Бывало, да. Ну, что за соревнования были? Ну, скорее ничего. Я уже не помню, что давно было. Давно уже было. Когда? А? Когда? Я только начал работать. Это было на планерке? Да, да. Во время планерки бывало и во время работы. На почве национальной, раствора, религиозного, на крючок, были какие-то оставляли в адрес от кого-либо саду? Нет. Такого не, конечно, было. Привас в адрес Ташмагарбетовой Натвичук рассказывал о оскорблении на расовое национальное гипо-берегозное обучение. Привас. 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 А это как, понятно, словно? Были труднее, легче? Ну, мы же делимся же, получается. Они анестезисты были. А мы обычные палатные и все стороны. Но если вам известно об этом место, а не известно, то это опять? Нет, такого нет, не знаю. Такого нет? Были ли вы очевидцем того, чтобы Матвейчук общался с Точнокомбетовой пренебрежненько? Нет, не было. Благодарю. Пожалуй, в стороны будут вопросы? Может, честно. Вопросы нет, но есть. Сейчас еще вопросы будут у кого-то? Нет. Подседимая? Угу. Зачемник еще раз спрашивал? Пока нет. Это отказаться, пожалуйста, в ресторане или предприятиях? Учитывая, что имеется в первую очередь, показания данного среди девушкурата, которые предварительные расследования, предварительные расследования на частной основании, части 30, статья 261. Учебный вопрос. Учебный вопрос. Учебный вопрос. Учебный вопрос. Учебный вопрос. Да, только в этом ситуации. Вопрос. Да, я не помню. Дату я не помню. А вы можете пояснить, сколько вы были на допросе? По времени. Минут 30, наверное, примерно. Минут 30, примерно. Подписывали после этого какие-то документы, после того, как следователь сделал вопрос и задавал? Вроде, да, подписывал. Подписывал. А читают, что там написано? Мои показания, вроде, как были, вести бумагу. Вы прошло с ней забывали? А? Прошло с ней? Прямо читали непословно? Насчет это я не помню что-то. Не помню. И? Потому что на работу надо было вводить. Да, и на работу было идти. А какое время это было? Не помните? Вы вообще часто ходите на допросы? Нет, первый раз. Первый раз. Ну, соответственно, много раз это было задумывающееся. А в какое время вы были? Где-то ближе, после обеда вроде было. В вашей честь я возражаю против вопросов защитника. Считаю, что такие вопросы задаются после принятия решения и оглашения. Давайте сначала выточним все-таки, поскольку в случае оглашения указаны и дата, и время. Здесь как раз этот вопрос упрочиняется. Поэтому помогаемые подъемом до разрешения данного хозяйства. Выясните эти моменты, пожалуйста. Буквально, наверное, на последний вопрос. Вот вы сказали, что что-то вы подписывали. А вы помните объем тех документов, которые вы подписывали? Текст такой. Давайте так уточнем. Текст был большой. Да, большой. Большой. А при допросе, каким образом строился допрос со стороны следователя? Это был вопрос-ответ, либо вы сами, самостоятельно все рассказывали? Ну, они вопрос задавали и печатали. Ну, получается, компьютер печатал и все. Мне просто интересно, вы вот так же, как в суде, отвечали или прям вот текстом? Вы просто говорили, говорили, говорили на протяжении того часа? Она задавала вопросы, я отвечал просто, и все. Ваша часть вопросов нет. Да, я против займа, когда вы с ней удержали, в дальнейшем, конечно же. Благодарю. Итак, а дополнение вопросов еще выйдут? Нет. Итак, в таком случае, столько выслушанных министрам, когда необходимо в проекте статья 281, часть 3, область показания свидетеля данной в ходе предварительного расследствия, а удовлетворительных каданцев государственного обвинителя. Так. Второй, правильно? Второй. 150 с вами. Том 2. Система дела 158. Полисть дела 162. Имейте протокол допрошен свидетелей от 17 декабря 2021 года, с 14 до 15 до 15 до 17. Следователем Ишнуратов и Ишнуратов Тарсейкович был допрошен. Многие родственные программы предупрежден поголовное разоборование. Гуголовное ответственность от 178 и 307 в головном порядке Российской Федерации имеются позже всего. Пояснил. По существу данных не вопросов. Поясняю, что в травматологическом больнице работают с марта 2014 года по деревне анестезиологии и реанимации ВНМ2. Старшая медсестра в отделении работает Матвичок, только Владимиром, который на шлюпе находится в прямом учении. И то есть она играет с ранее господственным руководителем. Матвичок обладает федеральную группу, властную господичную и неуговнореченную женщину. Узляя на то, что рабочий день начинается с 8 часов полет, когда она проводила 7 часов 30 минут. Олились они в течение 10-15 минут. Проводила скриками на сатологику, оскорбляла их по объективным причинам, так и по значимам по ее умению поводам. Особенно, если она пришла на работу без настроения. Если она, придя к утрам, была в милом настроении, она могла свой негатив вынести на почину на сотрудников. Если сотрудники задерживались и пребывали на поле вопросов по зданиям, Матвичок группа напередировала и требовала объяснителей. Из такого отношения штат медицинского персонала, в нашем зрении, часто отменяется в текучести до 8 часов, а не хватит от сотрудников. Все есть нехватит сотрудников у нас в отделении, особенно в летний период, это для больших переработок. Это самый интенсивный график для смены. Вденная смена в 9 часов. С 8 минуты, с 17 минуты, с 7 минуты. Дети остро, на связи с тем, что проработает еще более плотным графиком. При этом в плотном графике с тем, что они работают против строевых, но их моральное состояние ослабляется хамстальным отношением и непониманием со стороны Матвичок, которые не стремятся, принимают в кольверную работу, и, зная происходящее к нам, ни в коема новеньких, никто же приходит. За работу в нашем отделении держатся только те, допустим, кто взял ипотеку, болит, сотрять работу. либо на город, который может найти себе работу, когда вы увеличиваете медучреждение. А тем, может быть, есть возможность, когда мы уже ушли другие отделения или учреждения. Смотречок в сервисе принимает как неадекватного, незарого человека. Если с ней договариваешься о чем-то, она не исполняет себе обещание, не забывает, потому что часто об этом, часто она обещала. Судить с ней о графике удерживаться в счет каких-то дел личного плана, которые у нас возникают в жизни, невозможно. У меня речь на этой ситуации не возникала, у меня были случаи, что она не пускалась, стоимостью, очередной корпус, на кейбе, торжественный, например, реакция. Некоторые искали воспринимали со временем чуть быстрее к сердцу. А у кого-то она могла привести до слез, кто-то терпел и работал, а кто-то не волнялся под давлением на плечу, которое он могла это сделать просто, потому что ей с этой жизнью не нравился. Одной из инсестер у нас здесь успеха нашего отделения была Тошмабетова и Жан, с которой я посмотрела, собредя в данное отделение, Тошмабетова могла характеризовать только с положительной стороны. Она была Марина Саннцей, была очень спокойной, радостной, надувчивая человек, к которому можно было обратиться с этим вопросом. Тошмабетова всегда была вежливой, когда не видела, чтобы она кричала или говорила, что она ругалась, с тем-то исполнителем, либо пропускала, либо что-то подобное. Тошмабетова не была мотивительной и словохарактерной, была очень опытной, грамотной сотрудником, помогала коллегам, которые обращались с советом на какие-либо ливерские комиссии, она не перебирала. Тошмабетова не критиковала и не ругалась, я не слышала, чтобы она когда-нибудь говорила о ком-то и соревнованиях плохо. Между нами сложились очень хорошие рабочие отношения, если мне было что-то непонятное на работе, я всегда обращалась к ней, никогда не слышала в нее отказа, всегда мне во всем угадало, как на старом была очень сына. Тошмабетова никогда не жаловалась на то, что нарушили обижать, и конфликт в семье. С Катричоку, у Тошмабетовой были такие же отношения, как у всех. Катричок относилась ко всем, одинакового тура, и Тошмабетова не выделялась таким вниманием. Мне известно то, что Тошмабетова, сакадимый, еще в сентябре 2021 года обратились в заведующем отделению рудокову, о котором, parliament, сказали ситуации с переработками групповно-человечных отношений со стороны в твитчук, а за ретенки, в твитчук, которые отделились группы по дежурству. Они предложили рудокову обратить на подработку сотрудников В целом, Кудакову было предложено принять все правительственные решения, и даже некоторые из них ему предложили. Кудакову ответил, что ничего сделать не может, посоветовал мне подходит в отделение, если ему что-то не нравится. Примерно через неделю после обращения к Кудакову, мне стало известно, что Кудаков написал жалобу о ситуации в отделении, при этом, как мне сказали, жалоба была на них. После чего Матвейчук и врач отделения общинника стали ошибиться на партнерских сотрудников, которые подъехали к Кудакову, угрожали, что они на отделении больше работать не будут, требовали от них и все заявления по собственному желанию, и все это самое пытались выяснить, кто написал эту жалобу. Также за слов сотрудников, неизвестно, что даже нового ветра, видя, как страдают сотрудники отделения, вошла и призналась Матвейчук о том, что и она написала жалобу. 20 октября 2021 года я пришла на смену, и отборит узнала о том, что парижан совершил с улицептика, повесившись в парик квартире. Я предполагаю, что Кудакову в с улицептикополкнову в психологическое давление со стороны Матвейчук, перегрузки на работе, а также ходили ступеньши слухи, что Кудакову не уезжали к Кудакову, а он целая жалобу на Матвейчук. После с улицептика, руководство отделения в больнице делали, что ничего не произошло, кто-то искалит на ходу в общем коридоре отделения установил фототаж Матвейчук, а когда это увидела в начале медицинской части, Семенкова последний приказал убрать ее. Матвейчук, сестра хозяйка Маргнетова после смерти Айжан перед приездом проверки и в начальное время четыре дня подряд на хозяйство работы, что-то вывозили со склада служного отделения и на этаже. Я думаю, что это был просроченный материал, но инструменты использованы для операции и лечения. Вопросы сказывались, Матвейчук или Кем-либо из Упородского вам грозу более не вывести до владения того, кто знает жалобщика и зовет его. Ответ нет, нет, никаких угроз не рассказывал. Вопросы сказывали старшин из Упородского вам грозу более не вывести до владения того, кто написал жалобу. Ответ нет, никаких угроз я не слышал. Высказывали Матвейчук о том, что у него хорошая связь с Упородского вам грозного отделения, которая поддержит три года в состоянии со всей системы. Он будет поступать в проекте и так, как считает необходимым. Ответ нет, я такого не слышала. Вопрос вызвала ли Ком-либо из Упородского вам грозное учреждение, а ведь жалоба и лечебных по существу жалоба у меня об этом неизвестно. Вопрос в связи с ним, сами уже высказывали следующее, что где-то угроза со стороны Ком-либо из Упородского вам грозного учреждения, его заключили в блогной ответственности. Ответ я об этом не знаю, но я вопрос не высказывал. Это все имеется в подписи свидетеля. Откажите вопрос. Слушайте, добавили какие показания следующее? Да, я вспомнил, да-да-да-да. Вы видели противоречия, которые я сейчас пригласила, которые подают в суде. Вы говорили, мы не объяснили, не ответили на ряд вопросов. А скажите, в связи с чем это связано? Забыл просто, я сейчас прочитали, я вспомнил некоторые моменты. Все правильно написано, то, что я сейчас читала? Да. Вы давали какие показания следующее? Да. Давали? Да. Сейчас мы не объяснили, потому что прошло время. Время прошло, я забыл, но да. А подтверждаете, что такое отношение к наблюдению к учебу было на Маганин-Миралу? Да, было такое поведение. Про жалобы ранее присоединились сегодня, что вам неизвестно? Про жалобы? Обращение к Грудакову? К Грудакову, да. Я не смог вспомнить просто, кто там обращался. Помнишь, что такое что-то было? Сейчас вот вспомним. Это там. Ну, вот и рождествен, вы подтверждаете, которые я огласила? Угу. А какие показания были достоверны? Достоверные, достоверные. Те, которые я огласила, или которые вы дали следующее заседание? Ну, где написано первое показание. Которые я огласила, которые я огласила. Да. Вопросы нет, может есть. Владимир, потерпевший, пожалуйста. Вопросы нет. Представитель? Нет вопросов. Судебный? Защитник? Есть вопрос. Александр Васильевич, по моему вопросу, судебное свидание, вы объяснили, что Макльчук никаких опадок на сотрудные пределения не производил, не угрожал и не увольнен. Вначале вы так судебное свидание? Как еще раз понять? Я вам задал вопрос, осуществлял ли Матвичук на папке на коллектив? По поводу того, что уволит, что ли? Да, по поводу уволения. Бывало такое, да? Вы на мой вопрос, судебное, ответили, что нет. Лично мне не было на мой адрес? Что было? Ну, лично, что было? Нет. В коллективе осуществлял на папке на папке уволения. Угрожало, что ли, типа, уволит там. Угрожало, уволит? Да. Бывало такое. Какая это была? Где это была и кому она угрожала? Кому я не знаю, кому. Не вспомню сейчас. А когда во время планерки бывало, что постоянно так... Что? Ругались, ругались, ругались. Показанием оглашенного судебного свидания, которое вы сейчас поставили, вы сказали, что примерно через неделю после обращения Крудакову мне стало известно от сотрудников, что кто-то написал жалобу о ситуации в отделении. При этом, как мне сказали, жалоба была нанесена. После чего Матвичу и врач отделения Овчинникова стали осуществлять нападки на тех сотрудниц, которые ходили Крудакову. Вы говорили такое следователю? Следователю такое? Наверное, я тоже не помню уже. Вам об этом известно, что Овчинникова и Матвичу после того, как кто-то сходил Крудакову, осуществляли нападки и выражали войну? Да. Сейчас я считаю, что защитник оказывает давление, потому что свидетель подтвердил показания, которые отглашал господин Крудакову. Он пока подтвердил, он сейчас, точнее, в деталях, пожалуйста. От кого вам известно, что Матвичу и Овчинникова осуществляли нападки на тех сотрудниц, которые ходили Крудакову? От коллективов было слышно. Конкретно от кого? Коллектив вам форума должен сказать? Почему? Конкретно от кого? Придет кто-нибудь одна скайф, придет другой скайф. Фамилии, пожалуйста, если вы узнаете. Фамилии? Диана жаловалась, ну Сагадиева. Сагадиева. Да. Куда еще? Кто еще? Санитарки у нас жаловались, что постоянно. Не-не-не, не постоянно, я говорю, вот, здесь речь идет, но после как Крудакову просто. Так, санитарки жаловались. Мухаммадеева. Ну, все вроде бы, что ли. Вот вы, опять же, общее так, говорите жалобы. Ну, лично я слышал от Сагадиева. То, что Овчинникова и Ольга Владимировна, ну, как сказать. Ну, как вы слышали, как Овчинникова и Ольга Владимировна, ну, как сказать. Хотят, там, вычислить кого-то или... Вычислить кого-то и что делать. Ну, кто написал анонимное обращение к заведующим. Скажем, мы сейчас речь идем о том, что кто-то ходил к Крудакову, и после этого Матвичок, с ваших слов, с вашими показаниями, Матвичок и Овчинникова осуществляли нападки на тех сотрудниц, которые ходили к Крудакову. Угрожали, что они в отделении больше работать не будут, требовали от них написать заявление по собственным желаниям, тем самым пытались выяснить, кто написал эту жалобу. Ну, да, так и есть. О какой жалобе идет речь тогда вот этих показаний? Ну, вот, которые анонимные жалобы написали-то. Вам известно, когда была анонимная жалоба? Нет, не известно. Я потом только все об этом узнал. А вам известно, когда вот эти сотрудники, которых вы говорите, ходили к Крудакову? Неизвестно, не знаю, когда они ходили. А это одни и те же события? Они ходили к Крудакову, чтобы написать анонимную жалобу? Еще раз не поймем, как? Поход сотрудников Ташмагамбетов и Сагадилов и Петровой, и еще кто-то, с ваших слов, и написание анонимной жалобы, это одни и те же события? Они совпадали? Как они совпадают, например? У вас написано, опять процитируют, после чего он отвечает, что врач отделения отчинников, вставляют все следы от нападки на тех сотрудников, которые ходили к Крудакову и угрожали, что они в отделении больше работ не будут. Требовали написать заявление по собственному желанию? А тем самым пытаюсь выяснить, кто написал эту жалобу? С ваших показаний? Получается, написали жалобу, они же не записали жалобу в заведующем отделении? Вы поясните, это одни и те же события, то есть сотрудницы, перечисленные вами в допросе Ташмагамбетова, Сагадилов и Петровой, пошли к Крудакову и написали жалобу. Это так? Да. Это так? Да. А когда вам стало известно о том, что Ташмагамбетова написала анонимную жалобу? Ну, после уже. После трагедии? Да. Так это одни и те же события, что жалоба была написана вот такими сотрудницами и анонимная жалоба от Ташмагамбетова? Это одна и тоже? Об одной и той же идет речь жалоб? Нет. Не об одной. Там уже другая вроде как было. Потому что это так. Чисто… Какое сказать? Как есть? Чисто так обращались они, как я понял, получается, чтобы разрулить ситуацию или как-то нет. В тот момент, когда они обращались к Крудакову и в чисто новом сотруднице, они писали какую-то жалобу? Я не знаю. Вы не знаете? Вот вы сейчас подтверждали показания в целом, их подтвердили, но это, наверное, проще простого. А на вопрос вы не будете отвечать, что я не знаю. С чем это связано? Вы не помните, вы отвечаете, я не знаю. С чем это связано? Одно и то же я не помню, я не знаю. нет, это разные вещи. Не помню и не знаю. С чем связано противоречие в вашем оказании? Тех, которые записаны на стадии выговорительного следствия, в протоколе, оглашенных судей и тех, которые вы даете для насудария. Поэтому я задал вам вопрос, каким образом осуществлялся допрос. Здесь написан сплошной текст, который был сейчас оглашен. Вы пришли к следователю, вам задали вопрос, расскажите, что вам известно. И вы начали рассказывать просто сплошной текст и за вами записывать? Либо как-то по этому вопросу? Уже несколько вопросов сами не можете? Да, будьте любезны по одному вопросу, пожалуйста, потому что дети не успевают сориентироваться. Я не могу это собраться вообще. Каким образом строился ваш допрос следователю? Обычно вопрос задавал вопрос, и она отвечала, она записывала, напечатала на компьютере. Вопросов-то много было? Прилично было, я не помню точно сколько вопросов было. В протоколе записывали все дословно с ваших слов? Не помню, что такое. Ну, манерные, да. Ну, потому что… Прилогалы вам следуйте. Может, чей святитель не дает ответик? Да, будьте любезны, пусть сначала свидетель ответит. Черт, а поскольку. Было записано все это в ваш блог? Дословно? Дословно. Ну, почти. Ну да, дословно получается все. Звучали ли ли со стороны следователя вам предложение записать тот или иной ответ на вопрос в интерпретации предложенной следователю? Лапши, я не помню как было, но она задавала вопросы, я отвечал, она записывала, и некоторые слова она сама как бы сюда добавляла. Сама добавляла? И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, что было предложено Рудакову сотрудницами Сагадеевой, Ташмагамбетовой и Петровой? Когда они приходили к Рудакову? Что было предложено? Не знаю, насколько они… Не знаете? Нет вопросов? Пожалуйста, сзарану, что вы просто возникли, вы слышите на них? Ну, нет спроса. По технице вопросов? Представите? Там же нет вопросов. Процедуры? Да. Смолк hurt. Смолк hurt. Вы просто болели не поставлялись, спасибо, что явились, можете остаться. Важно, просто завершено, можете остаться на судебное заседание, ведут какие-то осуществления. Все вы просто читаете? Хорошо. Покинуть желаете или остаться? Не покину. Пожалуйста, мне не оставаться. Не прибражается? Не разлужилось сейчас. Ему разлужилось? Всев Ivanka. Нет, нет. Просто следовательно. Всевнений. Смолк hurt. Смолк hurt. Не забыл. Смолк hurt. Покинуть вашу?